Винократно он расставался. На этот раз тоже. Он как-то расстался. Я с ним не расстаюсь. Он расстается. Я хочу знать. Почему он расстается? Просто так? Я не знаю почему. Расстается. То есть твои эмоции ему не душите? Нет. Вот как-то я себя веду, как я буду говорить. По-доброму, да? А? По-доброму. По-доброму. А как он объясняет, почему он расстается? Что, в чем причина, вот из его точки зрения? Он сейчас в последний раз его никак не объясняет. Просто вы с ним к маме и все. А вы же и вместе, да? Да. Садись, поехали к маме, да? Да. Потом оставляют. Бабушка ушел, дедушка ушел. У тебя подарок. Надо пожить у мамы. Дело в том, что я хочу с ним быть всегда. А вот он это... Или он не созрел для этого. Или вообще никогда не будет этого. Я хочу знать, вместе мы будем или нет. Я его жду и готова ждать хоть всю жизнь. Это неправильно, Мишель. Мы должны хоть всю жизнь ждать Бога, а не человека. Да я согласна. Когда так к человеку привязываешься, то оно обязательно тебя бросает. Надо понять, что нельзя человека так же воспринимать как Бога. Любовь вера всегда разрушает жизнь. Невозможно быть рядом с человеком, если ты так к нему относишься, что что бы он ни делал, ты с ним хочешь быть рядом по-любому. Самое главное, надо понять, почему он вас бросает. Он как-то объясняет или нет? Никак он не объясняет. Не хочу про ответственность. Ну хорошо, а зачем как раз съезжаться? Вот с чем он съезжается с вами? У него своя квартира, что ли? Родительская. И он вас приглашает пожить к нему, да? Как вы к нему домой-то попали вообще? Ну, вам-то договорились? Нет, так нельзя договориться. Вы не цените себя. Женщина должна углажать себя к оптичной. Она не должна жить с чужим мужчиной. Я-то ему предлагала всегда, чтобы мы пришли вместе, чтобы в вашей зации все уформили. Не надо приглашать, не предлагать ничего. Надо просто ставить свои условия. Условия не ставила. Это плохо. Это означает, что вы согласились на неправильное отношение. А это согласие всегда ведет к поражению женщины. Всегда. Здесь не бывает никаких исключений. А вы можете сказать, он вернется как-то, отношения будут или нет? У вас не было никаких отношений. Он вас использовал. Отношения означают ответственность. Если мужчина ответственно относится, значит есть отношения. Безответственно, значит нет отношений. Это просто для вас иллюзия. Он вообще вам что-то предлагал в жизни или нет? Обещал, поженился. Ну вот, значит надо было ему душить. Ты как? А? Как? Как? Ну, как улыбаться, радоваться, когда он вас видит краснеть. Так в принципе и было. Все. То есть надо восторгаться им, радоваться им и не подпускать к себе. Говорит сначала замуж, потом все остальное. Говорит, а я так же считаю? Ну так а что считать? Надо так делать? Делал, пыталась. И ему об этом говорила. Ну вот, значит, теперь будете делать, пытаться заново это. И еще один вопрос, почему я не забеременела, то есть за время как мы были вместе? Ну слава Богу, что не заберемела. Почему не заберемела? Потому что есть определенные блоки в организме, которые надо убирать. Надо неподвижное положение тела делать, в бассейне плавать, длительное движение совершать. Чтобы убрать эти блоки, тогда все получится. Но сейчас не время вам беременеть однозначно. Надо сначала идти замуж. Я так же думаю. Все тогда. Значит, если не появится самость, значит не появится. Полгода ждете и точка. Если не появится, то значит надо рыбачить. Тянуть рыбку и потом сачок. Поняла. Можно еще про шорт. У меня иногда тянет ноги. Это что нужно сделать? В чем причина? Это напряжение. А это его снять? В моем случае. Лена, ты знаешь, где методичку можно скачать, да? Да. Вот к ней подойдете, вот девушки. Мы сами, Лена. Вот всем, кому нужна методичка, вот к Лене подходите. После лекции там она вам скажет, как ее скачать. На сайте у нас есть информация. Скачивайте методичку, читайте ее, все делайте, как там написано. И ноги не болят. Можно еще я спрошу? Я думаю, по поводу переезда из своего города. Благоприятного нет сейчас, в этом году это сделать. Ну, как вы понимаете, то вы хотите решить вопрос с человеком, то переезд, то ноги. Вы разберитесь, что вы хотите. Если вы переезжаете, то с мужиком уже все закончено. Так он уехал, наверное, он где-то. Ну, переехал до него. А там, может, и пью сыр. Он уехал? Скорее всего, да. Я не знаю точно, потому что он на связь не выходит, но когда он мне сказал, куда он поедет. Куда переезжать хотите? Ну, он сейчас, скорее всего, в Санкт-Петербург, и он там не хотел уже сюда. И вы хотите туда ехать из-за него, что ли? Восстановить за него. Это безумие. Но он там хочет жить. Но он же вам не сказал, что он с вами там хочет жить. Говорил? Раньше порагмально не отвез. И там, и вместе. Пока он вас не позовет, не надо никуда ехать. Понятно. Благодарю. Опять будет то же самое. Благодарю. Если женщина сама навязывается, шансов выйти замуж нет. Нужно, чтобы он добивался вас. Я это понимаю. Это человеческие, божественные. Что так и должно быть. Ну все, подождите. Три месяца ждете, ничего не пишет, не звонит. Значит, до свидания. Ехать тогда, тем более, никуда не надо. Понятно. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Вопрос такой. У меня больше года назад случился развод. В прошлом году я как раз этот вопрос задавал. Но, к сожалению, мы как бы разошлись. Ну, появились АТИ. И сейчас вот про детей с ней живут. И мне кажется, что по детям очень скучаю. Достаточно, как бы, их вижу. Вот. И хотел бы узнать, вы в своей лекции говорите, что развод плохо влияет. Давайте сейчас не будем об этом думать. Причина развода какая? Что послужило причиной? Почему она ушла? Ну, она устала. И судья сказал, что я не обеспечу. Что вы не обеспечили? То есть не хватало денег, да? Но она сейчас более обеспеченная стала. Ну да, сейчас она как бы открутилась. И уже готовится. Сама работает? Да. На себя. Понимаете, мы как печники в море живем в этом мире. Мы не знаем, что завтра будет с нами. Но мы должны знать, зачем мы здесь живем. Мы живем для того, чтобы приблизиться к Богу. А не для того, чтобы вырастить детей и все прочее. Понимаете? Поэтому надо вот эту мысль очень глубоко понять в своем сердце. Если вы не сдадите этот экзамен, то у вас сердце разорвется от разлуки с детьми. Вам надо просто понять, что Господь сейчас хочет возвысить вас. Он хочет сделать так, чтобы вы глубже смотрели на мир. Чтобы вы жили к нему в воду. Идет время, и вы будете ближе к своим детям. Но сейчас вы получаете свои испытания. Она не будет с вами жить. Понимаете? Она не вернется к вам. Потому что вы ей не нужны. В этом мире все эгоизмы. Если выгодно с человеком жить, живет человек. Невыгодно – не живет. Она устает от вас. У вас есть определенные особенности, такие характеристики. Очень чувствительный человек. И она просто устала с вами. Она устает от вас. И тяжело с вами. А плюс еще, если она ей без вас лучше, то тогда зачем ей к вам возвращаться? Смысл какой? Вам надо подумать о своей жизни. Молиться. Пытаться духовно вырасти окрепно. Примять судьбу. Есть Господь, и Он заботится о всех. Ничего не сделаешь с этой ситуацией. Все будете беспокоиться, дети тоже падут в беспокойство. Все будут беспокоиться. Она все равно не вернется, только больше злиться будет. Это все. Спасибо Вам. Спасибо Вам. Придет время, и через пять лет ваши дети начнут ближе к вам приближаться. Вы все равно с ними взаимодействуете, если у вас такая есть возможность. Она вас не отделяет от детей? Нет. Я примерно раз в две недели, ну раз в неделю. Ну с младшим чаще видится. Она Вам разрешают домой приходить или отпускают ребенка? Домой я тоже могу приходить. Дом пока официально мой. То есть мы даже имущество не отделили. А, то есть это Ваша квартира, да? Ну, дом там сейчас. Дом. Это хорошее, хорошее очень. Это хорошо. Приходите, общайтесь с детьми. Заботьтесь о ней. Если она позволяет, можно дарить ей цветы или подарки какие-то, чтобы она ей нравилась. Ну, при этом делайте это очень по-доброму и навязчиво. Ни на что не намекайте. Не просите ее вернуться. Просто по-доброму относитесь с детьми. Установитесь в доброе отношение с ней, чтобы она Вас не отвергала. Это будет первый хороший шаг вперед. Если она примет доброе отношение Ваше, будет с Вами нормально совести, то есть вероятность, что она будет постепенно приближаться к Вам. Сейчас у нее плохой период идет. в личной жизни. Но через 7-8 месяцев у нее получше период будет идти. И если Вы будете правильно себя вести, самое главное правильное, в чем поведение? Не быть слабым. Не быть слабым. Я не могу, мне плохо. То есть не быть слабым. Стать самодостаточным. Послушать лекции. Вчера я говорил об этом, как восстанавливаться. У Вас много статического напряжения. Нужна вода. Нужно неподвижное положение тела. Отчаяние. Сердце надо убрать с помощью энергии природы. Потом дальше нужна молитва. Нужна память о Боге. Нужно стать сильным человеком. И добрым. Дать ей возможность жить, как ей нравится. Пускай живет, как ей нравится. Помогать ей во всем. И не говорить о жилье, о разделе имущества. Ничего не говорить об этом. Пока не надо. Ну, может быть, трое детей. Может быть, есть смысл оставить им это все. Ну, как-то нехорошо. Вы будете там торговаться своими детьми. Вот. По-доброму относиться. Вот так вот себя вести. И вероятность будет восрастать, что она к Вам поменяет свое отношение. Ну, сейчас она очень категорично к Вам настроена. Потому что Вы не уважаете себя как лично. Вы теряете себя. Вы зависите от детей, от жены. Надо зависеть только от Бога. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, сзади женщин, давайте с Вами поговорим. Да. Здравствуйте, дорогой Евгений Геннадьевич. Спасибо большое. У меня вопрос касательно здоровья. У меня уже несколько лет проблемы со здоровьем по-женски. Вот. Что можете посоветовать? И я чувствую, что, ну, это влияет уже, ну, там, на состояние волос, там, приливы отливы. Вот это все. Ну, как бы, я уже это чувствую. Вот. Помните, в Ледниковом периоде был такой эпизод, когда вот желуди, там много-много желудей каких, и один сверху, и белка, она его вот так вот задним местом вбила, туда, и потом они все высыпались. Помните, да? Такой эпизод? Не знаете, да? Ну, неважно, я просто вспомнил, у меня этот эпизод в память пришел, что вот все было нормально, у нее было много желудей, но она пожадничала. Последний желудок так с ним жестко его туда вогнала, вот этот, и все, короче, там, через воронку все желудки улетели. Моя хорошая, у вас не по-женски проблемы. Понимаете? Вы по-свински относитесь к своему здоровью. А ваш по-женски – это последний желудок, понимаете? Вам надо худеть, перестать жрать на ночь, понимаете? Нужно менять образ жизни в целом. И тогда по-женски все начнет налаживаться. Это просто вот через то ответствие, через которое все начало выходить, понимаете, в вашем организме, как последнее звено. И вот эти все подлечивания, ну, там, скажу я вам, там, допустим, хлопчаку гусину пить, там, она вам подходит и… Ну, успокоит она по-женски, с ней воспаление. Но от этого ничего в вашей жизни, ровным счетом, вообще ничего не поменяется. Потому что проблема не в по-женски у вас, а в том, что вы неправильно живете. Тотальная, тотальная проблема, понимаете? Неправильный образ жизни. И его надо менять. Надо взять методичку, начать взаимодействовать с водой, неподвижное положение тела, длительное движение, посты, перестать обжираться на ночь. Надо выстроить правильно свой режим дня, свое питание. И тогда потихоньку, помалинку начнет налаживаться здоровье. В вашем случае это медленный процесс, потому что ситуация запущена уже. Когда у человека лишний вес, это первая стадия. Вторая стадия – доброкачественная опухоль, третья стадия – злокачественная опухоль. Вот этот процесс запущен. Что такое лишний вес? Это токсины, которые находятся в организме. Эти токсины, они продуцируются негативными мыслями или негативным настроением. Ну то есть у человека, когда в жизни негатив, ему жизнь не нравится, он как бы негативно в жизни настроен, он это заедает. Вот в негативном состоянии невозможно спать вечером. Человеку, чтобы уснуть, нужно спокойствие внутри, чтобы было спокойно в сердце. Тогда можно заснуть. А если в сердце нет спокойствия, человеку надо что-то сделать, чтобы заснуть. И он что делает? Берет и обжирается. Он, в результате, этот негатив весь переводит, сначала себе в желудок, а потом в жир. И вот этот весь жир – это что такое? Это смерть, которая сидит в его теле. Это просто часы идут и все. И эта смерть побеждается с помощью длительного движения и поставок. Вот сам лишний вес находится на третьем и четвертом психическом слое. Третий и четвертый слой, на третьем слое подкожный жир, на четвертом психическом слое находится внутренний жир. Подкожный, на третьем, внутренний, в рыжеечный, там, на четвертом. Когда человек идет 48 минут, он очищает один психический слой. Чтобы очистить 4, нужно, соответственно, идти 3 часа 15 минут. Это неоднократный мероприятие. Это надо делать по графику. То есть раз в 6 дней ходить 3 часа 15 минут. И надо научиться минимум полтора суток поститься раз в 2 недели. Потому что 12 часов – это один слой психически очищается. А хотя бы надо до третьего поститься, а лучше до четвертого – это двое суток. И тогда вы начинаете жир убирать из тела. Но у человека как все устроено? То есть с 12 ночи до 12 дня пища разлагается. Идет процесс разложения пищи. А с 12 дня до 12 ночи усваивается пища. Если человек обожрался на ночь перед 12 часами, то у него уменьшение веса и увеличение веса находится в сильном дисбалансе. И тогда хоть ты там ходи по 4 часа, хоть и постись там 2 суток – все равно худеть не начнешь. Потому что, чтобы худеть, этот процесс в утреннее время происходит. А если ты вечером обожрался, ты пройдешь, просто сожжешь ту энергию, которую ты в себя запихал за вечернее питание. Потому что вечернее питание, оно не может идти в клетку в организме. Оно только идет в жир. Это фактически человек себя обграбывает. Это представьте, допустим, вы пищу кушаете, и она куда-то уходит через трубочку, и вы не получаете ничего. Как самообман. Вот это так работает вечернее питание. Вы кушаете вечером, у вас не усваивается это все, не ваше здоровье, это все идет в жир. А жир – это не как вы думаете. Вы думаете, жир – это дополнительные питательные вещества? Нет, это не дополнительные питательные вещества, это токсины в вашем организме. Которые так устроены в организме, что организм, он если токсины вывести не может из организма, он не может по какой-то причине вывести, допустим, не хватает сил. Он эти токсины складывает для того, чтобы вывести потом. И вот эти склады токсинов – это и есть жир. Это не склады питательных веществ, поверьте мне. Если бы это были склады питательных веществ, то организм бы им питался. Чего он ими не питается? Чего они лежат просто так? Вот представьте, допустим, у вас на заводе, допустим, ну завод, Волжский автомобильный завод, допустим, «Жигули» выпускает. И там у него на складе «Жигули» стоят. Ну, новенькие, там машины, там или «Лада», там «Лада Веста» какая-то, новенькая стоит. Чего они, эти машины, не возьмут, что ли? Они там так и будут пылиться на складе? Или возьмут? Возьмут? Возьмут. А если клан какой-то там лежит? То ли нужен, то ли нужен, может когда-нибудь используют. Хламбье всякое лежит там, в самой машине, там еще что-то. Будут брать? Нет, будет там дальше это все гнить. Вот так же наш жир тоже. Это ненужное для организма вещество. И надо от него избавляться. И как это происходит? Когда в организме много энергии, вот когда человек длительное движение совершает, он запускает процессы пищеварения в организме. То есть длительное движение, вот допустим, у человека не переваривается пища, у него аппетита нет, допустим. И он там пытается таблетки пищеварительно пить. А надо просто ходить. Вот человек начинает длительное движение, у него сразу будет увеличиваться, улучшаться пищеварение. Потому что есть два способа переварить пищу. Один способ – это солнце. Если в обед человек, допустим, ест, солнце переварит все. Солнце создаёт обои пищеварения. А второй способ – это движение. Вот человек, если наработался, он голодный стал, ему хочется кушать. Длительное движение, когда человек идёт долго, он включает внутреннее пищеварение, анемия тоже. Говорит, у меня анемия. Анемия означает клеточное пищеварение страдает. Начни длительное движение делать, и анемия пройдёт. У тебя до клеток будет. Может быть, у тебя уже столько там железа уже в организме, что можно магнит подвешивать. Таблетки пьёт, пьёт от человека, всё равно анемия. А это всё железо стапливается точно так же. Толку с него нет, потому что оно не усваивается. А если человек длительное движение начинает их делать, то у него всё усваивается. Железа, пищи хватает, не нужно таблетки железа пить. Точно так же здесь, понимаете, вы делаете длительное движение, у вас энергия пищеварения включается, и потом вы ничего не кушаете. Вот вы длительное движение делаете, потом ещё ничего не кушаете. И организм видит, что вот пищу переваривать не надо. Значит, есть возможность попереваривать жир. И он сразу же с удовольствием начинает избавляться от жира, потому что это опасная энергия. Она приводит к болезни. Чем больше лишний вес, тем меньше энергии нормальной в организме. Наступают моменты, маленькое действие неправильное и начинаются болезни. Есть три вещи, которые надо всегда избавляться. Первая вещь это жир. Вторая скованность в теле. Вот человек скованность чувствует, это тоже деструктивная сила в нем набирается. Вот он скован, допустим, тяжело повернуться. Это значит уже предболезненное состояние. И третья вещь это жар в теле. Лишний жар. Жар это тоже опасно. Значит у тебя плохое здоровье. Жар побеждается водой в неподвижном положении тела. Скованность побеждается длительным движением. И лишний вес побеждается постом. Но чтобы жир вывести из организма, нужна энергия. И эта энергия вырабатывается через длительное движение. Просто один пост не поможет, одно длительное движение не поможет. А если вместе это делать, тогда поможет. И еще условие такое, не обжираться на ночь. Вот вчера поела на ночь, неправильно сделала. Олег Геннадьевич, вы когда кушать будете? Сегодня на ночь в холодильнике терроризировать начнете? Вспомните, что Олег Геннадьевич все венедет. Огромное спасибо, Олег Геннадьевич. Спасибо большое. А режим дня это в плане того, что завтрак вовремя, обед вовремя, ужин вовремя и подъем ранее получается? Ужин вообще лучше вам забыть, что такое есть название вообще. Что у вас, если вы что-нибудь скушали, потом вы уже не можете остановиться. У вас там жрушка живет внутри. Она начинает с вами, а-ня-ня-ня-ня-ня-ня, и все, холодильник бежит от вас, спрашивает, крячется. Вы холодильниковый террорист. Спасибо большое. А откуда эта жрушка, она действительно есть? Жрушка, она от неудовлетворенности в жизни. Нужно больше счастья всем желать. Нужно позитивно настроиться. Когда копится негатив, его заедают люди просто. Вы можете вечером кушать, но кушайте только тушеные овощи, допустим. Кабачки можно кушать, зелень можно кушать. Вот сколько хотите, а не будете поправляться. А если вы кушаете хлеб, торты, мясо, еще что-то тяжелое, молочную пищу, все в жире сразу. Понятно? Да, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот эти полтора, ну, и суток постов, какие вы мне рекомендуете? Понедельник, вторник. Вторник – это рассасывание жира. День рассасывания. А вот этот вот негатив, который перед словом, который я заедаю, вот это вот вы говорили про желание им счастья, да? Духовный практик как? Я желаю. Я вам советую вечером ложиться в ванну. В 28 градусов, которые? Ну, желательно, если не сможете, можно потеплее. Просто расслабляться вам, вместо пейте воду и ложитесь в ванну. Вместо еды пейте воду и ложитесь в ванну. Спасибо вам огромное, низкий поклон. И ручите на холодильниках. Или нарисуйте на него, чтобы он на вас ручал, мордочку. Поехали.